В любом случае есть заболевания, нет заболеваний. Начинается очень маленький доз для того, чтобы организм поначалу, потихоньку привыкал к этому продукту, так как он натуральный, да, и, конечно, нужно дать телу, время организму, время для привыкания, так сказать, да. Так, дальше что у меня? Да, вы расплатили немножко такое отступление только сделать. Ну, то, что тем, которые, наверное, может, не поняли сразу 30 миллилитров, что это, как это. Это примерно 2 чайные ложки в начале. Я просто читала где-то в течение 5 дней, чтобы организм уже немножко привык, а потом уже можно дозировку привысить. Я могу вам показать вот такие три. Да, или вот эта крышечка, да. Три такие крышечки. Это, ой, извините, там немного, да. И поначалу там оно даже не три эти крышечки ты принимаешь, а 5 миллилитров, это вообще полкрышечки, да, там через 20 миллилитров. 10 миллилитров это крышечка, и там дальше постепенно увеличивается. Что мне нравится в ЭЛАР, все равно, например, если даже люди будут покупать, или я, например, когда беру, ты все равно не один. Ты можешь всегда написать, я, например, пишу тебе, или в WhatsApp у нас есть в группе, можно спросить, и как бы не так вот все, купил продукт, и все, ты один. Читаешь свою инструкцию, понял, не понял, уже один. А тут как бы у нас такая компания, можно сказать, что всегда поддерживают друг друга, можно спросить вообще любой вопрос, и получишь ответ почти в то же самое время, в принципе, потому что все в реальном времени отвечают. У нас действительно есть группы в WhatsApp и в Telegram, да, где все наши партнеры и все друг другу, конечно же, помогают. Вот, ну и мы, конечно, тоже своим кунтом всегда отвечаем и помогаем на вопросы, всегда разъясняем, как надо, что применять, да. И к тому же еще хочу сделать дополнение, что все наши рекомендации, они исходят тоже не от нас. У нас в компании работают врачи, хайл-практики, я не знаю, как на русском перевести, знаешь, Елена, кто работает? Килиатр, может быть, Никита. Наверное, это хайл-практики. В том направлении, да. И какие-то, так сказать, назначения, они идут не от нас, а от людей, у которых медицинское образование, да? Для понимания. Ну да, это, получается, наша компания, она же не просто родилась вот вчера, например, она уже на рынке 36 лет, так что уже много было опытов, экспериментов, и, получается, самые наилучшие продукты сейчас попадают к людям, вот, этих передовых технологий. И, да, еще у нас есть доктор Делбе, да, который написал целую книгу о наших продуктах, да, она есть и на немецком языке, и на русском языке, и там тоже все объясняется, и он примеры приводит, как он лечил людей нашими продуктами, да, и эта книга официально продается, ее можно и на Амазоне купить, где угодно, пожалуйста, «Майн Виталь Концепт» называется, да, и там вот будет прям подробно описано, какие эксперименты он проводил с нашими продуктами, какие он получал опыты, да, и, в общем, там полностью описание есть продуктов, для чего и зачем, при каких болезнях, какой продукт нужно принимать и в каких дозах, да. Ну, я тогда чуть-чуть продолжу, ты меня так разбавила. Дальше хочу рассказать о Freedom, вот этот вот гель, он хорошо для двигательного аппарата, да, он способствует, так сказать, обмену веществ тоже, и если проблемы есть какие-то, как артроз, артрит, допустим, да, и что-то с хрящами, да, то этот вот гель, он хорошо помогает. Сейчас я вам скажу, что туда входит, я что-то его, где он мне, хотела вам сказать, что туда входит, и, похоже, я вот туда хотела. Так, да, вот, вот, сейчас я вам скажу, что туда входит, алоэ вера 89% туда входит, алоэ вера барбаденсис миля, плюс органическое соединение серы, да. Давайте я еще вам скажу, тоже хочу так кратко отойти от темы, да, где производится наш алоэ вера, да, очень интересно, да, ведь он у нас называется барбаденсис миля, да, и он производится у нас в высокогорных, в высокогорных плантациях в Мексике, где практически каждый год одна и та же температура, да, что очень хорошо для алоэ вера, потому что алоэ вера такое растение, которому требуется действительно постоянная температура и очень чистый воздух, да, то есть экология должна быть чистой, так как алоэ вера, как вот, как губка впитывает в себя все, да, и поэтому очень важно, чтобы алоэ вера была выращена в экологически чистых местах, да, вот ЛР нашло для себя, да, такое место в высокогоре Мексики. Вот, еще хочу добавить, что при производстве алоэ вера используется именно сама внутренность, как вот это называется, Элина, сама? То есть одни используются кожура, да, кожуру обязательно выбрасывают, потому что там внутри... То есть получается сама мякоть, наверное, да, которая внутри, вот, в листочках. Да, из-за алоина, чтобы не было алоина, он не очень хорош для здоровья, вот эти верхняя часть, так сказать, кожура убирается, не остается только внутреннее, я забыла на русском. Мякоть, мякоть, скорее всего, я так понимаю. Внутри, да, производится алоэ вера именно, да, из мякоти. Вот так, давайте дальше расскажу про про баланс, вот, про баланс, и вы, наверное, все уже знаете.